Сейчас погода еще пока стоит вполне приемлемая и вот сегодня пошел прогуляться и по привычке посмотрел на дорогу и обнаружил вот такое явление в очередной раз. Что это такое? Это обыкновенный гвоздик. Об этом я как-то раньше рассказывал и вот сейчас я немного прошелся и собрал вот такое количество гвоздей. Так вот, дело в том, что уже довольно долгое время, примерно лет это 10, никак не меньше, замечаю такую вещь, что один человек постоянно в течение всего сезона регулярно ходит и разбрасывает на дороге гвозди. Вот такие гвозди. Что же делать в этой ситуации? За много лет мне более или менее стало ясно, кто это делает. Не так уж много в эту пору находится на участках садоводов, которые регулярно здесь ходят мимо и более или менее мне ясно, кто это. Зачем он это делает и как с этим бороться, можно с вами посоветоваться и порассуждать. Этот человек, ну скажем так прямо, очень преклонного возраста, может быть не совсем в порядке у него что-то с психикой, но на внешний вид такого ничего не скажешь. И вот что же делать вот в этом случае? Какие-то меры к нему предпринимать, но боюсь, что тут толку никакого не добиться. Во-первых, доказать очень сложно, что именно он разбрасывает. Это делается, видимо, как-то в тихомолку, потихоньку, когда никто не видит, проходя мимо, незаметно. Какие-то жесткие меры предпринять. Ну, был бы человек помоложе, можно было бы каким-то образом оказать меры воздействия жесткого характера. Такое иногда помогает. Но в данном случае просто не знаю, что и делать. Пока ничего не предпринимаю, периодически иногда хожу, собираю вот эти гвозди. Просто интересно, вот мнение зрителей моего канала, вот какими может быть причинами руководствуется этот человек, разбрасывая вот эти гвозди. Вот он там потом дома сидит, тихо радуется, а вдруг кто-то проколет колесо, еще что-то там, и в тихомолку получает от этого какое-то непонятное удовольствие. И вот я долго думал над этим вопросом. Какие меры предпринять? Может что-то предпринять нестандартное, каким-то образом дать понять, что так делать нельзя. Хотя переубедить человека в таком возрасте, может быть, не совсем здорового психически, тоже очень сложно. И вот не знаю, что и делать. Кто-то мне предлагал раньше, может быть, собрать эти гвозди и постоянно выкидывать к нему в огород, к этому гражданину, скажем так. Не знаю, подействует это или нет, тоже как-то не очень привлекает меня такой способ. И вот до сих пор я в затруднении. Пока ограничиваюсь тем, что все равно хожу часто на прогулки и вот смотрю и периодически собираю вот эти гвозди. Вот с такими интересными проявлениями человеческой природы приходится сталкиваться даже вот здесь, вдали от города. Казалось бы, здесь все тихо, спокойно, однако нет. Кому-то вот не имется. Видимо, какая-то негативная энергия требует выхода. И вот этот человек предпринимает вот такие пустяковые, конечно, но все-таки негативные действия с целью кому-то нанести вред. Ну, может, кто-то посоветует. Есть специалисты по таким вопросам. Во-первых, почему он так делает, тоже очень интересно. И каким образом можно ситуацию исправить. Ну, естественно, какими-то стандартными действиями здесь ничего не добиться. Здесь что-то надо придумать похитрее. К сожалению, ничего на ум не приходит. Ну, это я вот немного собрал. Сейчас еще дойду до конца, еще думаю, соберу немало. Но видно, что гвозди недавно высыпаны. Повторюсь, все это длится больше 10 лет. Вот. Представляете, какое надо иметь, ну, я не знаю, терпение или упорство, чтобы вот так вот постоянно, периодически, через какие-то промежутки времени, ходить и разбрасывать вот эти гвозди. Вот задачка-то для психиатра. Ну, может, кто-то что-то интересное на эту тему расскажет. И о причинах, и о возможностях разрешения этой ситуации. Буду благодарен.